Есть такое мнение, что человек учится всю жизнь. А есть еще одно мнение, что человека на самом деле нельзя ничему научить. Он может только научиться. А кто же может стать этим замечательным учителем, который будет учить, не поучая и не уставая на этом пути? В поиске ответа на такой вопрос не сразу дают результат. Скорее наоборот, они приводят к новым вопросам. И один из них, что мы хотим узнать, чему научиться. Зигмунд Фрейд пришел к интересному выводу. Когда ребенок задает свои бесчисленные вопросы, кто, что, почему, то на самом деле он хочет спросить совсем другое. А именно, как я появился на свет и почему. Кто я? И это верно для любого взрослого. Поэтому, отвечая на вопрос, что мы хотим узнать, чему научиться, да, каждый скажет что-то свое, но объединит всех только один ответ. Мы хотим узнать самих себя и смысл своей жизни. Мы хотим научиться способу взаимодействия с миром внутри и вокруг нас. Я занимаюсь изучением истории искусства, но в большей степени меня интересует возможность использования технологии искусства в образовании. Однажды один человек сказал мне, я не понимаю искусства, но потом, это вообще был один из самых умных людей, которые мне встречались в жизни, а он потом добавил, но, возможно, мне просто никто никогда не объяснил, в чем суть искусства. И вот сегодня я постараюсь это сделать. Но есть одна проблема. Вот вы смотрите на картину, и когда вам говорят, что она вас может чему-то научить, то возникает такой стереотип. Вы можете подумать, здесь я могу что-то узнать об истории Древнего Рима, о природных катаклизмах, о психологии поведения людей в критические моменты жизни. И да, это все действительно происходит, но не к этому сводится образовательное действие искусства. Вспомним Фрейда. На самом-то деле вообще не это мы хотим узнать. Может ли произведение искусства рассказать вам что-то важное о вас самих? Может ли произведение искусства показать, как устроен мир и каково ваше место в нем? Вот ответы, которые нужно получить, вот вопросы, которые мы на самом деле задаем себе. И сейчас я покажу вам образовательные возможности конкретного произведения искусства. Перед вами произведение о живописи, которое называется «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?». Его создал французский художник Пульгоген в конце 19 века. Что мы видим здесь? В пространстве острова, на фоне гор, под деревьями, на берегу потока, изображены сидящими, лежащими, стоящими фигуры людей и животных. Но, это очень важно, произведение искусства говорит с нами прежде всего на языке композиции. Здесь композиция организована ритмом волнообразных линий. Что нам дает раскрытие этих линий? Из них складывается композиционная формула. Лемниската она называется. По своей геометрической структуре, как вы видите, лемниската напоминает и воспроизводит математический знак бесконечности. Две круговые формы безостановочно перетекают друг в друга. Композиционная формула указывает на бесконечно совершающийся здесь круговорот. И искусство заставляет наше мышление работать, и возникает визуальное понятие – возвращение на круги своя. Другой тип композиционных волн, который мы здесь можем увидеть, – это синусоиды. Восходящие и нисходящие ритмы формируют такие визуальные понятия, как течение и волнение. И вновь начинается работа визуального мышления. И здесь мы получаем другие понятия. Самое главное из них – это река, река жизни. И каждый персонаж – это волна, часть волны в этой реке жизни. В левой части, на золотом фоне, мы можем прочитать вопросы. «Ду винонну», «Кэсомну», «Уаленну», что в переводе на русский язык значит «Откуда пришли мы», «Что мы суть», «Куда идем мы». То есть произведение искусства начинает диалог со зрителем с постановки своеобразной учебной задачи и стимулирует процесс ее дальнейшего решения. Что есть человек, его жизнь и смерть. Вот в чем суть этих вопросов. И вы видите, что содержание вопросов возвращает нас к главному познавательному интересу человечества. Как верно прочитать ответы на эти вопросы? Сначала визуальное чтение происходит при движении справа налево. Это немного неудобно, согласитесь. И неправильно, с нашей точки зрения, читать справа налево. Запомните вот это состояние неудобства. А почему, собственно, справа налево? Дело в том, что здесь работает очевидная очень простая схема. Потому что три фазы человеческой жизни персонифицированы. Младенцем. Дальше. Зрелым собирателем плодов. И дальше старухой. В логике этого прочтения ответы будут такими. Откуда пришли мы? Из небытия до рождения. Кто мы, тянущиеся к плоду жизни? Куда идем мы в небытие смерти? Таким образом, движение справа налево представляет такой стереотип развития жизни, от рождения к смерти. Вот вам такая формула жизни. Мы рождаемся, срываем плоды жизни, стареем и заканчиваем свой жизненный путь. Как бы вы назвали такую формулу? Суровая правда? Традиционное понимание? Клише? Да, верно. Как верно и то, что картина далеко не так проста, собственно, как сама жизнь. Вспомните вот тот внутренний дискомфорт, который возник при необходимости читать справа налево. Вот это подсознательное стремление, которое засело в нашем сознании начать обратное движение, оно поддерживается несколькими знаками. Во-первых, вы видите вопросы, помещенные слева, текст вопросов. Во-вторых, есть персонажи, которые разворачиваются и начинают движение в противоположную сторону. В-третьих, если посмотреть внимательно, то ответ на вопрос, куда идем мы в левой части картины, не столь однозначен, как вот, может быть, показалось в начале. Да, с одной стороны, здесь есть страх, здесь есть сомнения, отчаяние человеческой смертности. Да, человек доходит вот до края, поэтому это все с края как раз и изображено до точки, доходит в осознании своего жизненного финала. Но он и начинает здесь поиск проводников, которые выведут из-за этого тупика. И посмотрите, здесь же на возвышенности представлена статуя. Это статуя божества. Эта статуя – представитель горнего мира. Горнего мира, который не знает страха и не знает смерти. И вот куда идем мы, богиня говорит о финале земного пути, как о начале. Начале движения по реке Вечности. И таким образом, эта часть картины, она сформирована двумя противоположными понятиями. Конец и начало, как переход в иное. Итак, начинается обратное движение от смерти к рождению. И происходит возвращение к фигуре младенца. Все возвращается на круги своя. Но теперь эта композиционная формула, которая была открыта в начале, она получает новое одушевленное воплощение. Младенчество – это точка, из которой все исходит и куда все возвращается. Поль Гогена однажды сказал, «Жизнь так коротка, совершенно нет времени, чтобы подготовиться к вечности». Подумайте над этими словами. Вот первая часть этой мысли не нова. Но вторая часть заставляет к этой расхожей фразе отнестись совершенно по-новому. И в этом смысле, в таком отношении, то произведение искусства, которое мы видим сейчас, это своеобразный камертон, который настраивает на подготовку к вечности. Но я должна сказать, что именно в этом предназначение искусства вообще. Как говорил философ Блес Паскаль, «Покопайтесь в своих мыслях, и вы найдете в них только прошлое и будущее. Мы никогда не живем настоящим, только предвкушаем будущее или вспоминаем прошлое». Вот и получается, что мы никогда не живем, а только предполагаем жить. И я думаю, вы не можете не согласиться, что в этих словах есть истина. Но произведение искусства, которое сейчас перед нами, меняет вот такие ценностные ориентиры. Оно показывает, как отступает суета, страх и сомнение. И как на первый план выходит иное понимание жизни. И мы открываем новый смысл ответов на вопросы названия. В жизни нет движения от начала к концу, а есть вечность, в которой пребывает человек до, во время и после своей жизни. Как образовывает произведение искусства человека? Во-первых, оно его делает зрителем. И это немаловажно. Зритель — это не тот, кто смотрит, а тот, кто умеет видеть. Тот, кто готов к выявлению неочевидных смыслов. Зритель — это значит мыслитель. Мыслитель вопрошающий, идущий по указателям, постоянно неудовлетворенный найденными ответами и готовый к новым исследовательским шагам. Произведение учит понимание истинного места таких фаз жизни, как детство, зрелость и старость. О ком это произведение? Мы можем сначала сказать, что это вот, это о них, о неких таитянах, которые там на берегу потока представлены. Но мы можем и сказать, что это произведение о нас, о всех людях и о человеческой жизни вообще. Данное произведение искусства демонстрирует эталонного человека и его идеальные отношения со Вселенной. Но эти идеальные одежды произведение предлагает примерить каждому своему зрителю. Именно поэтому со всей уверенностью я заявляю, что нет лучшего источника познания, чем произведение искусства. Разные произведения искусства могут дать разные уроки и научить разному пониманию жизни. Одно произведение может показать… Будьте добры, следующий слайд. Одно произведение может показать, как можно бросить вызов и запутаться в сети преград. Другое, как готово человечество ненавидеть и убивать друг друга, не замечая берега спасения. Третье произведение может показать, как очень тонок аппарат человеческой души, соединяющий этот мир с духовным. Четвертое произведение может показать, как упоителен праздник танца жизни. Я занимаюсь образовательными возможностями произведения искусства, потому что это дает мне возможность изучать наиболее эффективные стратегии самопознания и диалога с миром, которые выработало человечество. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok